Погромче говоришь, что слышал я. А, вы плохо слышите, да? Да, я слышу плохо. Снимать будете? Да у нас секретов нет, у нас визил. Повернись назад, на дверях, прочитай. У нас на улице везде выставлено, все снимается. У нас даже антенна, я не могу сделать на телевизор. Не то, что я не смотрю интернет. Вы смотрите, там видите, если бы мы не снимали, ничего и не было. Каждое утро один ролик составляем по просьбе людей, что за день было. Я даже сегодня рассказал, как вчера я упал с лестницы, к голубям полез и две банки нёс пшеницу. У меня в избе голуби ещё живут, а там голубятня. Ну, а скользкие валенки, подшитые транспортерной лентой, я обледенело. Ну, я навернулся и сверху кувыркнулся с банками пшеницы, всё разлетелось, горох разлетелся, лущёный горох, две банки. А он в это время отсюда меня видел. Володя там все засуетились, сейчас взяли. Давай там очищать, а ты лестница, видишь, такие палочки-то их надо, ступеньки-то расчистили. Ну, вот захватил маленько тут, содралась руку. Ничего нет. Ничего зашли. Ничего не помогал. Лежу ещё в снегу и пробую себя как я. Всё. Ну, вот, я хотела бы начать с того, что вот пять лет назад где-то я начала молиться такой молитвой. Господи, покажи Божий народ и... Как я молилась, я молилась год целый. Так, ещё погромче старайся возвысить голос, чтобы я каждое слово понял. От горла у меня, что-то я... Давай. Пять лет назад начала молиться я. Да. Вот ещё Мария София, я только как была беременна ребёнком, вот, просила, чтобы Господь Иисусу Христу обращался, именно, больше всего. Я святых раньше не признавала, я признавала только Иисуса Христа и Бога. Откуда у вас такое учение было, что только признавала? Где-то с кем-то познакомилась? Ну да, я с эгористами ещё общалась, и как бы их влияние, оно было оказано. И до сих пор, вот только, как у меня Анастасия родилась, дочка, вот эта шестая, и как бы я вот только в святых уверовала. Так, попутно спрошу, сколько вам лет, и как вас звать, величать фамилию? А, Скрынник Елена Валентиновна, 34 года. Живете где? Я живу в городе Барнаул, Аванесово, 12. Ага, здесь Барнаульское вам? Да, да. А как вы на нас вышли-то? Ой, я, вы знаете, объявление висело, я захотела детей в православный лагерь отдать. Это когда было? Это в этом году было. То есть в 15-м? Да, я вообще о вас не знала. Ну и выделяю объявление. Ну как в те годы я не знала, что существует, что вот, ну, лагерь такой, он оказывается так долго уже. Нет, вначале я искала заброшенные деревни, как-то интернет я подключила, искала заброшенные деревни. Я увидела первый раз, когда я увидела это православное, а, как заповедник православный. Вот правильно. Ну там видеоролик такой. Да, какой-то я вот такой увидела, и как бы, ну, еще как, такой у меня какая-то радость появилась, и я потом раз опять закрыла, ну, его, непонятно, что они там делают. Ладно. И вот именно когда познакомилась я с вами, это в том году, да, в том году, получается, 2015 год, когда дети поехали в лагерь. Так, вы узнали про лагерь? Да. Узнали-то как, через объявление где-то? Ну, я шла в садик детей, вела Марию и Софией, и смотрю, объявление висит, что православный лагерь трудовой, что там воспитание детей, ну, вот такое все, что все порядочно. Так вы позвонили или как? Я позвонила, вы взяли трубку, сказали, сколько вот, ну, детей, чтобы подошли мы на Пушкина, мы подошли на Пушкина, там еще женщина была. У памяти к Пушкину? Да, 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 подошли. Вот. Ну вот детей вы взяли. Дети в начале, конечно, были маленько в шоке. Так вы приходили к памятнику-то? Да, я пришла к памятнику. С кем пришла? Я одна пришла, потому что я хотела договориться, что как, ну, у меня трое детей, что подешевле, как лагерь, а потом вы вообще бесплатно сделали все для них. Да и потом? Вот. Потом, когда же это к лагерю? Потом мы опоздаем, мы пришли, нам сказали здесь на Пушкина, приходите со справками медицинскими, и вот все записали, наши данные паспортные. Мы пришли сюда на Ползунова 6, но мы опоздали, потому что ровно вовремя отошел автобус, минуту не ждал. А мы на 5 минут опоздали. Уже не было. то есть отовсюду люди находятся, помогают. Я рассчитался книгами с ними. Ну и вы приехали. Ну, приехали они. Вы приехали одни или приезжали? Нет, они троем поехали, дети без меня, потому что до 7 лет, ну как, с 7 лет они самостоятельно, мы объяснили могут быть. Кто приехал-то? Приехал скрынник Кирилл, ему 12 лет, скрынник Андрей, ему 9, и Виктория, ей 7 лет. 7 лет. Мы как раз готовили летнюю кухню, там на бугре от комаров, и они в это время вылезли, мы подошли, и они давай смотреть, мы траву косим, чтобы устерить, чтобы детям было мягко сидеть, обедать-то. И они сразу давай помогать подошли, мне понравилось. Ну я им сказала, чтобы вы там помогали, потому что лагерь трудовой, я сразу предупредила. Ну, потом там был звонок мне, оттуда. Они же без телефона поехали, у какого-то мальчика был телефон там, а они где-то, Кирилл мне позвонил, мама говорит, только не ругайся, конечно, нельзя по телефону разговаривать. Да, у нас только разрешение нашего, тебе звоните, я на телефон присоединяю. что нужно к Игнатию Тихоновичу подходить, и он даст позвонить, поговорить, ничего здесь такого нету, вы же ни в этом не врать, не в концлагере каком-то, правильно? Ну вот, и у него как бы было такое первое впечатление, что мама здесь, я постоянно, ну он как возмущался немного, что здесь. Что у него было впечатление? Возмущение было. Ага, в чем? Ну, работать надо, там молиться надо, они дома-то летом, они как отдыхают же, правильно, они учатся. У нас очень жесткий график, рано встаем. Он же непривыкший, такие дети к такому были, как бы, ну, режиму. У них дома-то нету режима. Я уйду на работу, они как бы самостоятельные. У нас расписание четкое встаем, гимнастика, молитва, купаться сразу бежим. Ну, вначале, как бы он вот, а потом он полюбил. Кто это? Кирилл, который позвонил, и я поэтому, я как, я же переживаю за ребенком, мне надо своими глазами все увидеть, правильно, что там происходит, почему он такой встревоженный ребенок. Ну, я приехала туда, а, как же произошло, крещение было. У нас крещение было. как раз на крещение. 12 июля. Вот, это, ну, я не помню, как я приехала, как-то мы договорились, на поезде приехала, но это, не важно. Вот, ну, я увидела все своими глазами, что ничего там такого не происходит страшного. А вы приехали с кем? Я с двумя, с Мария и София, потому что их оставят. Сколько им? Им по пять лет. По пять лет? Двоняшки. Угу. Как вас приняли в лагере? Ну, меня не ждали, ждали другую Елену, как бы, ну, я вашей жене говорила, что я поеду, чтобы она предупредила. Ну, мне сказали, что ждали Елену на крещение, какая-то должна была приехать, а, вот, ну, нормально все спать уложили, накормили. сказали, спите, но я спать не могла первый день, мы сразу зарядку пошли делать. Вот. Зарядку и молиться. Так. И сколько они пробыли? Три дня мы пробыли. Три дня. Вы за три дня успели все посмотреть, увидеть? Ну, не все, но то, что я хотела увидеть, я увидела все, посмотрела. Для меня достаточно. Я когда... То есть вы ничем не встревожили, что вам, вашим детям плохо здесь, или как? Нет, у меня, они когда уезжали, они потом наоборот, как-то... Переменили мнение. Ну, да. Поначалу для них, как шок был, стресс такой. Ну, да. Еще, как бы, они же нигде не были, от матери их оторвали. Ну, а потом они наоборот. Вот сейчас... Пока не встретили девчонок-то, соскучились? Да, конечно. На девчонкам как, маленьким-то? Ну, маленькие, им... они такие, им все нормально. У нас народу-то как раз было много, отовсюду понаехали тут. Да, там тесно было. Вы попали на снимки, на видео у нас все снимались. Вы были в храме у нас. Да, да, да. Понравилось? Да, спокойно. Да, порядок, спокойно, тишина. Там Володя стучится в двери, можно? Ну, надо. Сидите сейчас. Ладно. Ну, во что вам обошлось пребывание в лагере ребятишкам? Ну, мы бесплатно ездили. Бесплатно. Бесплатно. Бесплатно все были? Да, все, я в том числе. Все бесплатно были. А потом как выезжали? А, как там? Вот это. Кому это добирались? Ну, Кирилл все, вот он плакал, плакал, домой, домой, быстрее, там же тут друзья его ждут. И, ну, так помолились мы, и потом, вы благословили тоже, это, батюшки сходили тоже, батюшка благословил. И нас на газельке довезли до трассы, до дороги. Я первый раз на дороге вот так нас высадили. Конечно, я была как бы маленькой. Это у нас как раз поехала миссия на север, Марьяса по лесам. Я как бы маленькая была тоже. Это вот на дороге высадили с чемоданами. Мы как добираться будем? Ну, я первый раз, я не знала, что там полчаса идут эти автобусы. А один автобус мимо прошел, мы с Кириллом в панику впали. Потом, давай молиться тоже. Я говорю, Кирилл, ну там же помолились, все будет хорошо. И подъехала такая комфортабельная газелька, удобная, лучше чем автобус. И там было ровно 6 мест для нас. Вот еще он говорит, если вот для девочек, а, ну я говорю, я на колени одну возьму. Он говорит, ну сейчас посчитаем, сколько мест у нас. ну как там. Мы посчитали ровно 6. То есть доехали домой, благополучно. Все благополучно. Дети-то вспоминали ли это в лагере были? Ну, они постоянно, они до сих пор еще вспоминают. Они постоянно, они молиться начали больше. Андрея Судина. То есть у них это не бесследно прошло? Нет, для них осталось, да. Они вообще как потеряю. Ну им что нравилось больше? Вот костер, пятница, как у нас в церкви бывает, как купались. Что они вспоминали-то больше? Костер. Костер вспоминали. Костер нравилось. Да, и у них там... Картошка. А вам на костре не пришлось быть? Были. Я была на костре, да. А вам понравилось? Ну да. Песнопение? Ну мне крещение больше всего. Мне озеро. Я вот это озеро сильно полюбила. Ну, так вот. Вот это вот озеро. Ну, сегодня-то уже январь, 22 число, наверное, 21-ое. 21-ое. 21-ое, да. 21-ое. Вот само крещение я сильно вспоминаю. Во второе. До сих пор вот такое вот как. Так, и что? Вот за это время вы... Почему на нас не вышли? Это столько долго времени прошло, уже январь месяц. Ну... Вы как-то позвонили, сказали, я всех предупредил, тут принесли обеды, готовить, а вас не было ни звонка, ни отбоя. я же, вот, в общем, я же беременная была. Ну да, но вы позвонили, в неделю, несколько дней раньше. Я всех предупредил, старшую сестру, приготовились. У двери стоит, у нас дверь не открыта, на улице, калитка-то. Вас ждали, ждали, служба идет, вас нигде нет. Это что случилось? Какая беда? Почему вы не дали отбой, что вы не можете прийти? У меня, знаете, у меня такие вот искушения, как бы, да, вот, начинаются такие вот, я, допустим, молюсь, да, Иисусу Христу, Иисусу молит, вот как стараюсь, молюсь. Вот я всегда, почему-то мне потеряевка в глазах стоит. Ну вот так вот, я сразу вспоминаю, потеряевку, как бы там, люди там, как вот, ну все, что все правильно, это, да, что так и должно быть, как, ну, сколько, пять лет я уже молилась, что вот покажи Божий народ, покажи место такое, вот, ну, что вот все. Ну, вот у меня искушения начались, потому что я же как, ни сайты эти, ничего я не смотрю, в общем, то один человек меня постоянно отговаривает к вам идти, в общем, еще и детей водить, то второй, как бы, о чем, ну, что вот, как правильно, что у вас есть такое, что как бы вы осуждаете цирковь православная, ну, то есть, а куда он знает этот человек? Ну, он что-то вам лучше предлагает? Что судит, как бы? Взамен что-то лучше предлагает? не предлагает, потому что, как бы, ну, я тоже, я понимаю, что, ну, церковь, она вообще святая, как бы, она православная церковь, она святая, мы, я не имею права ее вообще судить, там, кто в чем ходит, как ходит, это, такие большие приходят, там же, ну, это невозможно контролировать, не выгонишь человека из церкви, это слово осуждать, это они определенно не говорят, определенно, я осуждаю, осуждаю, а что я осуждаю-то конкретно, что? Ну, вот, что там, вот, как бы, ну, это так вот человек мне пояснял, как бы, да? Ну, что я говорю неправильно, что купол наклонился, или? Нет, так я тоже про это же, почему я и пришла, я тоже к этому пришла выводу, я к вам, поэтому позвонила и пришла, что, саму церковь, вы же не осуждаете, вы только осуждаете поведение людей, которые там находятся. А исправить нельзя лечить, если ты болезни не признал. Сначала болезнь надо узнать. И вот, еще такое, такое же будет под конец, как бы, века, да, что вот, купола будут золотить, а, ну, а в церкви совсем веры не будет. Такое будет, да, как бы. Это все предсказали уже, светлее это все сказали. Купола золотые будут, а ходить нельзя будет, там уже антихрист будет сидеть. Но это идет-то постепенно. Одной, не стали, крещение сейчас, фактически-то и редко где делают. Ладошкой по голове, платить деньги. Это все против устава. Вы видели у нас, сколько платили денег за крещение? Да я не знаю. Нисколько, никогда. У нас в церкви вообще деньги. Вы не видели, ни с тарелкой не ходят, ни свечи не продают. Ничего нету. Платят люди десятину. Батюшка покупает воск, он сам покупает. Женщины, которые живут там одинокие бывают, льют свечи и ставят сколько надо, батюшка. Видите, как обошлись? У нас шума вообще нет, движения нету. Вы зашли, как слева женщина, справа мужчина, так? Видите, какой порядок? Никакого хождения нету, разговоров нету, торговли нету. Ну, ты даже сравнивать ни с чем-то, ни с одним храмом. Но это ушли годы на это. Это работа какая была. Но это у вас маленькая церковь и там только свои приходят. А разницы нет никакой, хоть большая, хоть маленькая. Это в один день можно сделать. Ну, вот Дмитрий Ростовский, как такое сделать? Ну, вот каким образом? Очень даже просто. И сделаем, нам бы сказали... Там все подряд заходят люди. Дмитрий Ростовский. Сказали бы, мы вам отдаем церковь свою, вы хозяева, мы к вам не прикасаемся. Ну, отдали бы на три месяца. И только никаких ничего, денег нет. Только аренда там или платить, что они там платят за топливо. Все. Что будете делать? Мы сразу же пойдем в магазин. Сразу. Купим огромный амбарный замок. И церковь закроем. Больше ничего нельзя сделать. И сразу объявление напишем, и рядом которые здания, начнутся занятия. И скажем, через месяц дверь мы откроем. И начнем подготавливать людей, которые уже ходят все время, которые приняли все, готовить их к окрещению. Если они не крещеные. К нам никто, чтобы не прикасался. Мы свободны. Нам под язык не надо залазить. Я молюсь Богу, и Бог просвещает. И тогда дверь, замок снимем, но бывает цепочка такая, как дома. На цепочке дверь открывается. И по одному человеку запускать, сколько будет. Которые получили свидетельство, что они верующие. И церковь начнет наполняться. И сколько сейчас людей есть, уже через три месяца людей будет больше. Больше. На это люди будут все одеты по порве. Эти торговли не будет. Разницы нет никакой. А скажут, а если к вам будет заходить пять тысяч? Мы сказали, полгода. Через полгода все до единого будут слушаться. Мы предлагаем конкретную программу оздоровления церкви. Это работа. Проповедь. Дух Святой. Мы это видели? К нам приезжают священники, архимандриты, фотографируют наши уставы, радуются. Наконец-то мы нашли, что православие можно оживить. Ну, можно жить по-настоящему. Уезжают, ни у кого ничего не получается. Почему деньги? Корысть и трусость. Архиерей сверху даванул, все кончилось. Прекратить. Что это за такое? Как это? Люди пришли отпевать, везут, и вы не отпеваете. Никого не отпевать. Прекратить эту заразу. Отпевать только верующих. Крестить только у верующих. А кто? Дмитрий Смирнов говорит, Осипов. Все об этом говорят. Но для нас главное это Библия. Научите народу. Идите, научите народу, крестя их. Вот какой ответ. Дмитрий Росовко, все заходят. Вот нас спрашивают. Ну, вот вы видели, в брюках заходят. Видели. А у вас, у нас нет. А как, вы их выводите? Я говорю, нет, мы их не выводим. А как? Да не запускаем, и они не зайдут. К нам приезжают в деревню, люди в брюках. У нас специально люди стоят за этим, смотрят, вытащат, оденут их. Ко мне в лагерь приехали, у меня юбки лежат, платки. А приехала санэпидемстанция, мы все ходили, тогда в лагерь даже не запускаем. Даже в лагерь. То есть, программа четкая. А вот, я у вас еще хотела спросить про вот, святых. Ну, вот, то, что вот мощи, вот, святых, да, вот иконы чудотворные. Вот, ну, как, вот ваше отношение к этому? Как они есть и есть. Мощи. Мощи это считается, но их не резать. Это запрещено категорически. Все святые, все до единого запрещали это делать. А сегодня... Что запрещали делать? Резать мощи. Резать мощи, да? Мощи должны быть все захоронены. Там в храме, где, ну, где положено, написано, в прах ты и в прах возвратишься. Чтобы там совершались какие-то нужно, литии, заупокойные, молились. Это все сделать нужно на уровне, на высоком, с патриархом. Все мощи собрать и все захоронить. Захоронить с почестями, с песнопениями, с кадилами. Вот вы почитаете святых, да? Всех святых почитаете. А как не почитать? Мы каждый день молимся. Всем святых. Я не просто говорю об этом, а я их спрашиваю, а вы кого святых? Матронушка. А мы поминаем примерно 77 святых каждый день. Святых, начиная с пророков, апостолов, и святых, с Терафима Саровского, Сергия Радонежского, и у нас Лестовка. Вы знаете, что это Лестовка? Нет, я мало в вере. Так, я сейчас покажу вам. Вот это вот называется Щетки. Ну, у Старобрядцев Лестовка. 100 поклонов, это по 10. Вот мы каждое утром молимся по псалтыре. Как это называется? Щетки. Ну, Щетки, я понимаю, а вы говорите. Лестовка. Лестовка. У них там бабушки такие продолговатые, как... Ну, я поняла. Такие вот у Старобрядцев. Вот 100. 100 по 10. Вот мы утром молимся, крестик, тут все как сделано. Вот вначале вы молитесь как утренние молитвы, Утренние молитвы. Обязательно. Обязательно. Утренние молитвы. Потом сразу же акафисты или что можно дать святому. Ну, церкви, любой. Зади храмы. У меня есть. Есть. Молитва слов. Мы молимся, три молитвы оттуда берем. Господу Иисусу Христу, Божьей Матери и Ангелу Хранителю. Почему? Потому что дальше мы считаем... Вот оно. Скажи псалтирь. У нас на русском языке переведено. Я сейчас молиться начала, как готовлюсь к исповеди, ко всему. Я еще дочка в тяжелом состоянии. Я как бы, что бы, ну, стараюсь, чтобы все правильно было. Молитва слова. Ну, видите, я не видел, на каком языке у вас. На славянском? Значит, вам надо учить. Владыка Христе Божий и же страстный по-славянски. Ну, я думаю, что, наверное, это... Ну, вот вы знаете, я утром встаю, я иногда или вечером, я не могу все молитвы прочитать. Ну, и не надо все. Не надо все, потому что мне тяжело бывает. Я потом тогда... Мы три молитвы читаем. Вы слушайте, я закончу сейчас. Положите пока. Три молитвы. Господу Иисусу Христу из молитвослова. Богородице и Ангелу-хранителю. Но мы каждый день читаем псалтырь на русском языке. Володя, покажи-ка псалтырь. Володя, ты не отходи никуда, Никита. Вот, псалтырь. Ну, вы знаете, в церкви продают, смотри, какой псалтырь. У меня есть такой. Книга из Святой Библии. Какой крупный шрифт. Издается по благословению патриарха Кирилла, там, Алексея. По благословению. Псалтырь. Она в церкви считается. Вот она. Вот, открыли, пожалуйста, начальнику хора. Вот так считаешь. И мы считаем, вот тут я сейчас покажу, вот откуда. Видите, это откуда начинается слава. Три славы. Три славы. То есть, вся псалтырь, это 20 кофизм, а кофизма разбивается на три славы. Так еще перелезти, а то мне неудобно. 20 кофизм на три славы. Вот. Вот написано, какая 17-й псалом, это кофизма третья. Их 20 кофизм на весь псалтырь. Оно в церкви так все размещено. Это церковная разметка. Но каждая кофизма разбивается на три части. Слава называется. И в одну славу мы считаем на русском языке. Утром считаем мы ее. Считаем эти молитвы. После этого мы молимся сто поклонов. Вот 10. Первое. Господу нашему Иисусу Христу. Это все в интернете стоит. Мы показываем, как молимся. Ну, у меня сейчас нету пока интернета. Смотрите. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Поклон. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. И дальше мы прославляем Бога 10. Господу Иисусу Христу. 10. Это Божья Матерь. Пресвятая Госпожа Благородица, Приснадеева Мария, Матерь Христа, Бога нашего. Спаси нас молитвами своими. Слово спаси относится и к Божьей Матери молитвами, молитвами. Покрой нас святым твоим аммофором. И 10 раз кланяемся. Это поклоны. 10 раз поклоны. Если во время поста, то ребята наши кланяются, они колени, чтобы коснулись пола, руки и голова пола. Земной поклон. Но я не могу, я кланяюсь только вот так на чрево, на лоб, на чрево, правое. А вы двумя пальцами крестите? Двумя или тремя, как вы научены? Ну, у нас тремя учили. Вот, у вас тремя. Вы-то делаете тремя, как у вас есть. То есть у нас, у нас двумя мы с детства научили. Так князь Владимир. Ну, а это же не суть важна, да? Не важно. Первые христиане молились одним перстом. Одним. Это один Бог. Это старобрядцы, два пальца креста. Ну, старобрядцы, кто такие старобрядцы-то? Князь Владимир принял крещение. Старобрядец. Сергий Радонежский, Старобрядец. Ну, да, святые они. Это до них она реформа-то шла-то. Ну, да. Старобрядец, это исток. Почитают. Феодосия, Антоний, прочитаем, которые все были. Это все старобрядцы. И сегодня в церкви официально разрешено снятые эти клятвы, которые были на старые обряды. То есть в босковском патриархате полностью все это прежнее, как бы ни были эти запреты. Все. В 1871 году они решением Синода приняли это решение и теперь болятся и так, и так. Но я продолжаю дальше. Вот. Десять поклонов Божьей Матери. Десять поклонов Ангелу-Хранителю. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне гре. Десять поклонов. Если ты... Вот смотрите, лоб, чрево, правое и левое, и поклониться так, чтобы рука могла пол достать. Не надо колени подгибать, а вот прямо. У меня операция на спине была, я долго не мог кланяться. А потом все-таки хрустнуло что-то, я начал кланяться. Я люблю поклоны. Вот смотрите, получается, Ангелу-Хранителю, благодарю, сколько лет был в опасностях, и он меня сохранил в этой ночи. На каждом поклоне я благодарю Ангела. А дальше я говорю, Ангел мой Хранитель, не покинь меня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным. Вот вы в мытарство тоже, да, верите? Обязательно, как же не верите? Это все написано в житие святой Феодоры Цареградской и Василия Нового. А можно я пока не забыла, а то я потом забуду вот этот вопрос. Вот смотрите, смертный... Не забудьте, я сейчас закончу эту мысль вам. Я боюсь, забуду. Ну давай, одно слово. Вот грех совершил человек, смертный грех, да, какой-то? И он покаялся, да, в нем. Ну потом ему предменится это на суде? Нет. А если смертный грех? Для Бога разницы никакой. Он говорит, ваши грехи я беру, говорит, и за хребет бросил. Одну искру потушить в океане можно? Это наши все грехи мира, это искра одна. А благодать Божия и любовь это океан. И он говорит, и не вспомянул. Бог говорит, и не вспомянул. Но ты не возвращайся. Ну вот по мытарствам пойдешь, да, когда... Это сатана все напомнит. Напомнит все грехи. Покажет, да? Но ангел, который сопровождать будет, он покажет. Смотрите, человек прокаялся, священник его разрешил. Да, да. Он причастился, и сатана за скрижещат, зубами отойдет, показано. Он не может взять. Потому что он наглеет. Видели, одна же девушка молодая умирала, а потом она, ну, обмерла и воскресла. Но она уже совсем лежала. И вдруг заходит в черном таком одеянии, мрачные глаза такие, и начал перечислять, открывает книгу и листает, что она делала. Ходила она там в площадку, там красилась, одевалась, как непотребно. А вот при вас... Слушайте, слушайте, она моя. Она моя. И в это время заходит светлый, это, видимо, показан Господь, и положил руку свою на книгу на его, которая грехи-то. Где написано? Смотрите, кровь Христа все смыл. Это образно показано. То есть Христос освободил от этого, и ничего нет. На мытарстах это не вспоминается. В крещении все смывается. Если человек не был крещен, после крещения существует исповедь. Исповедь и причащение. Исповедь как второе крещение, да? А? Исповедь как второе крещение, да? Нет, вторым крещением ничего нигде не называется. Одно. Крещение, единое крещение. Вот смотрите, крещение, да? Вот... Исповедь, я сейчас закончу. На исповеди человек должен искренне раскаяться. Если человек сделал грех какой-то, священник обязан наложить эпитемию, наказание. А сегодня этого нету. Накладывать почему? Накладывать эпитемию. Допустим, просто не все исполняют ее. Скажем, женщина, там девушка, не девушка, а женщина, и говорит, я батюшка раскаиваюсь, я вот тут такая связь была половая, у меня была беременна, и посоветовали, я аборт сделала. правила Василия Ивановича Второго отлучается на 10 лет. И это никто не может отменить. Священник скажет, да разрешишься ты от греха там перекрестить, но ты должна вот это 10 показано по ступеням. Два с половиной года стоять только на улице. Это святые отцы установили. А без этого православия нету. Сегодня обманывает в этом, что махнул рукой и все прощается. нет. Если нет эпитемии, Иоанн Златоуз говорит, гибнет сам поп и гибнет тот, кого исповедует. Два мертвеца стоят. И так было всегда. Есть грехи, за которые 18 лет отлучаются. А где это написано? Книга правил. Семь стилинских, девять поместных и правила святых отцов. Книга правил. Покажи, есть у кого? У меня есть. Вот сумка с ноутбуком. Книга, это в церкви можете купить. Открою вам. Это в церкви. Внутри-то в кармане. Без книги правил ничего этого нет. А это обман. По книге правил священник до 30 лет не может быть священник. Есть он. Не может. Это правило гласит об этом. А если случилось раньше, извергается. Подержи. Она будет извержена, то есть выброшена. Камеру подержи. Я закончить хочу вам. Пусть и свищет пока. Смотрите. Мы молимся ангелу-хранителю. Ангел-хранитель, не покинь меня в смертный час, когда душа будет разнущаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И введи мою душу навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Вот она книга правил святых апостолов, святых соборов, вселенских и поместных, и святых отец. Посмотри. Ты поставь рядом-то. Я показываю, ты куда-то глядишь не в ту сторону. Вот смотрите. Вот мы открываем книга правил. Посчитай, кто ее издал? Москва. Так, общество любителей. Кто? Общество любителей православной литературы, издательства имени святителя Льва, святителя Льва, Папы Римского. Вот Папы Римского. Перепечатали они это. 2013 год. Вот. Он купил ее, он с Украины приехал. Купил. Это правило. Она перепечатала. Папы Римского. Папы Римского. Перепечатано на общество. Римская церковь то эти же правила имеет, а церковь-то единая. А сегодня издали ее по благословению патриарха. Он-то приехал с Украины, купил там. Это Киево-Печерская лавра я купил в лавке. Там. А? Это в Киево-Печерской лавре я купил. А, в лавре. Ну, в лавре православной продают. Я-то не знал, где. Ну, книга правил. Запомните. Книга правил. Папа там при чем тут римский-то? По его благословению издали только. Правила не папа, а святые отцы. Вот. И в правилах этих говорится об этой имени. Вот ангелу-хранителю 10 поклонов, 30. Теперь Иоанну Крестителю. Иоанн Креститель, притеча Христов. Моли Бога о нас. И 10 поклонов. 10 поклонов. 40. Дальше. Святителю Христову Николу. Там и так. Ты можешь по-другому думать. 10 поклонов. Николыча Дотворец. Мы вспоминаем, какой он скорый помощник в бедах, в заступник. Говорим мы 10 поклонов. Вот полста. Дальше. Поминаем пророков. Пророк Илья, Ильи Сея, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ноя, Иосиф, Иеремия. Всех перечисляем. Пророков здесь. Здесь поклонов 10, а мы их поминаем пророков, допустим, 50. Дальше. Ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящему, святые апостолы, и Петр и Павел, и Евангелисты, и Матфея, и Марк, и Лукаян. Это все вкладываем на их 10 поклонов. Дальше. Святые мученики. Игнатий Богонос, Поликарм Сминский, Устин Философ, Космай Адемиан, Андрей Стартилат, Иерон Мученик, и дальше. Всех мучеников, кто умер, вот сейчас, которые заново канонизированы. Прочитали. Дальше. Святые отцы. А святых. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затаусов, Афанасий, Ефрем Серин, и дальше. Перечисляем. Серафим Саровский, Сергий Радонский, Иоанн Кронштадтский. Всех перечисляем. Еще 10. Теперь 10. Жены и девы. Фехла Первомущин, Сапатина Самаринина Феврония, Вера Надежа Любой, Матерь Софии, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетуй, Татьяна Ирина, Ольга Елена. Мы считали. И у нас в среднем получается 77 святых. И вот это вот на утренние молитвы. 100 поклонов. Но эта молитва утренняя, если имеешь возможность, 100 днем молиться надо не меньше 7 раз. Еще днем. И каждый раз по 100 поклонов. 100 поклонов. 100 поклонов. Это получается 700, и утром и вечером по 100. Но я говорю, кто может? А где платочек у вас? У нас есть платочек. Без платочек нельзя? Да, есть, есть. Вот это я. Коман только не пришли. Вот, смотри. Вот это 100. И утром и вечером. Еще бывает ночная. То есть ежедневно получается не меньше тысячи поклонов. Вы не можете сделать один поклон. Вместо тысячи один. Но сделай его с верою. С искренним. Ну да. Ну как можешь. Это, есть правило Серафима Саровского. У нас такое свое правило. Да там бегает еще это куча детей. Но как можете. Постоянно они отвлекают. Но ребенка приучи к этому. Хотя бы один раз ночью встать на молитву. Повела на двор его и сказал, давай три поклона положим. Помолимся. Мы вот молимся всегда о милиции, о пожарных, которые охраняют нас. Господи, сохрани их от несчастного случая. Вот сейчас сильные нападки на нашего президента Путина и на Рамзана Кадырова. Мы усилили молитву. На них там покушение готовят и все. Господи, сохрани их. Защити. И мы молимся о правителях мира. Ну, Владимир, Дмитрий, это Медведев, Барак Обама, о нем молимся. О Украине Петр Порошенко. Ну, конечно, чтобы Бог смирил дух, чтобы не воевать, не лез на нас с войной-то. Нам что, война, что ли, нужна? Это Бог же смиряет их. Дальше, о Порошенко Петра молимся. Петр, это его звать. А Александр Лукашенко. Украина. Мы знаем. Это мы говорим о нашей молитве. Это вы Беларуси. Молимся за Карлина, Карлина Александра, губернатор Алтайского края. Мы всех поминаем. Начинаем патриарха Кирилла, мы молимся за папу римского Венедикта и Франциска, поминаем их. Всех епископов, каких только знаем, поминаем. Почему? Чтобы все пришли в единство веры, в союзе мира, по слову Божию. Вот сейчас большая тревога, что восьмой все православный собор. Ну, и что делать? Антихристово царится. Я говорю, ничего там плохого не нашел. Там патриарх едет, Кирилл туда, и его там обвиняют в этом, куда он едет и прочее. Я считаю, в эти дела не надо вмешиваться, надо молиться. Патриарх Кирилл, это же не ребенок какой-то, еще не понимает, что что-то не так будет. И Бог ему на сердце положит. Как правильно сделать? Ну, у него благодать Божья, а Бог-то управляет же. Ну, вы должны понимать, о чем речь идет-то. Ну, вот, я вам говорю, о чем мы молимся. Мы молимся, это кроме того, что я перечислил, пророков и всех. Мы ежедневно, каждое утро молимся. В 4.40 встаем и дальше на молитву. И сколько это времени уходит? Это вот утренняя молитва? Это утренняя молитва. Днем, когда я говорю, это три святоя молимся и сто поклонов. Семь минут. Ну, семь-то минут, это не так много. Семь минут. Но у меня так не получается. У меня так не получится. Я говорю, днем. А утром, когда все молитвы читаем, тут больше получается. Утром сколько времени уходит? Ну, я не знаю, может, полчаса. Сколько у нас? Ну, полчаса. Полчаса уходит. Полчаса. Вот я вам сколько сказал, и кого мы упоминаем, и читаем псалтырь, и это все за полчаса. Мы только не торопясь, медленно, с основанием, чтобы душа радовалась. Вы видите, какой у нас порядок. И тогда все по-другому. После этого стараемся сделать запись магнитопонную, потому что просят, какие у нас были события в предыдущий день. Вот мы вас снимаем, сейчас разговор идет, он полезен для всех. И через неделю это будет в интернете. Тысячи людей увидят. Какое наставление? я вот это все не люблю. Ну, мало что не любишь, придется согласиться. Знаете, мама говорила, гость мученик, что подадут, то и ешь. Ну, да. Так, цель вашего прихода сейчас какая? Ну, вот я хотела вот это вот услышать, то, что вы сказали. А что вам, разве там, где ходили, молились, вам никто не объяснил этого? Ну, вы знаете, я же не такой верующий там человек, чтобы прям, ну, там, сколько-то лет я хожу, молюсь, я только прихожу к вере. Как, у меня такого нету опыта духовного, ничего. Вы много потеряли, вот как, смотрите, все-таки вы где-то появляетесь в городе, за это время у нас идут занятия, каждое воскресенье, отдельно с детьми занимаются, и вы ни ребенка не привели, ни одного, ни сами не пришли, то есть не нуждаетесь, хотя вы знали, вас не обидели, вы даже за троих попробовали заплатить по тысяче, три тысячи, так было? Нет, ну, я хотела потом еще отдать. Вам все вернули до копейки, еще и на дорогу дали, так? Ну, да, да. Вот, то есть вы сколько были, дети были, совершенно бесплатно, они сытые были? Да. Ничего не потерялось у них? Да, все хорошо. Ну, все хорошо, видите как. Но, если мы теряем с ними связь, то для нас это потеря, конечно. Поэтому, надо было просто прислушаться к этому. Мы один раз пришли, ни разу не были. Мы, у нас нельзя приходить, и надо проситься. Мы вас не приглашаем, не зовем. Вы должны проситься. У нас такой порядок, к нам нельзя звать. Если вы это поняли и попроситесь, то в это воскресенье, то есть послезавтра, мы разрешим, но батюшки не будет, он только через неделю будет. У нас короткое моление, оно будет, там минут 50 утром всего. Дальше будет собрание, после этого обед, а потом занятие. С детьми, во время богослужения, занимаются с детьми, а потом дети заходят, когда пение начинается. Они так многое потеряли за это время. Дети-то меняются быстро. Это же ребенок. Вот. Вот я могу сказать о вас, что если бы коснулась, сделала так, из них, из детей я взял нынче только одного. Только одного. Это Вику. Она приехала, она что-то стала говорить, у нее есть с печенью, кажется, что-то или с почками. Ну, она лежала в больнице. Лежала в больнице. Пролечили. Что мы за это сделали, когда узнали? Скажи. Я не помню. Ну, как, что помнить-то? Ее сразу же, я отдельно, подкармливать. Каждое утро, меду ей. Поили, кажется, или сок березовый еще. Березовый сок с медом. Отдельно. Мед. Мед. Спасики привезенный. Специально для детей купил. И мед. И мне березовый сок батюшка дал, а я больным спаиваю, чтобы почки ей очистить. Я на девчонку приехал, еще хуже стало выглядеть? Да не, ну Вика, она вообще радостная. Она бога была. Ну, хорошо, она не помила ничего. Хорошо. мне что дают, морковку утрут, я больных призываю, на каждом обеде, вы видели, как, по ложке. То есть, мы относимся к детям не просто как к насельникам, как к родным и близким. Дети это все соблюдают. Вот, Андрею ему это ничего не нужно. Но он мог измениться. Вы не поторопились. Кирилл, он хитрит и непослушный. Поэтому, он сюда не стремится. Поэтому, я не хочу, что... Кирилл, наоборот, он сюда хотел прийти. Почему не пришел? Потому что, я говорю, я была беременна, у меня было тяжелое состояние. Они же одни не могут сюда. Я ходить, мне тяжело ходить. Вы бы мне позвонили, сказали, мы-то там находимся. Но я же не знаю, что так возможно было. Ну, а откуда вы знаете? А если вы позвонили? Я бы сказал... У меня такое состояние было, отчаяние, уныние, такие грехи, я впала. Хорошо. Тяжелое состояние, душевное было. Я понимаю, но позвонить-то на грехи это не влияет. Вы бы сказали, дети хотят, но они не могут. к вам послана была бы машина. Это вообще... Я откуда знала, что так возможно? А как вы узнаете, если вы не звонили? Это я опять к тому же... Я не знал. Ну, как знать-то? Вот сегодня я бы вас даже не принял. Они привели вас сюда без моего разрешения. Почему? Я вам вчера сказал... Вы сказали, но я не сказал сюда заводить-то. Об этом речи не было. Открыли бы там, зашли в храм. Куда заводить-то? Тут мне страшно показывать, как мы живем. Ну, мы тоже бедно живем. Мы тоже бедно живем. Ну, мы бедно живем. Я не хочу, потому что люди осуждают это. Ну, никто это не осуждает. Меня тоже осуждают, что я бедно живу. Короче, я сказал так, что я думал вас принять там, где мы молимся, там зал большой. Я родила ребенка 40 дней, еще не прошу. Мне говорят, в храм заходить нельзя. Мне так сказали. В храм заходить нельзя, но в притворе-то можно стоять? Я в храм вас и не завожу. На улице? Где там стоять? Да почему на улице-то? Ну, коридор, который вот этот. Вот это у нас храм, там молимся, а вот это притвор. Да, это не важно. Вот. Столовая, где называется трапезная, там можно находиться. Там идут занятия. В храм нельзя, значит, нельзя. Через сколько? 40 дней. Девочка родилась? Да, дочка. Вот. Значит, считается молитва. Батюшка считает очистительную молитву. Тут притворе. И в этот же день женщина заходит. Правила существуют. Мы православные, мы не должны нарушать ни одного правила. И люди, которые вам что-то говорили, вы бы сказали, вы хоть раз встречались? Нет. Это клеветники. Клеветники, другого имени нету. Они ничего не могут сделать, они вам ни лагерь не могут предложить. Они ничего не имеют, они могут только разрушать. Они знали бы, как это трудно. Вот человек бездомный, он безродный, сказать где-то. Этот с Украины приехал. Мы совершенно разные, но мы единые. Потому что ежедневно мы занимаемся, мы молимся. У нас забота. Непрерывная. Вам надо зайти вот через стенку, вот второе крысо. Это моя жена здесь, Надежда Васильевна. Я знаю. Тут вас с распростертыми объятиями. Она такая доброжечка. Ну вы знаете как. Вы пренебрегли этим. Давайте вещи назовем своими. Кто-то вам уже нашептует, дает. Ну пусть он делает, трудится над вами. Работников нет, а мешать много и могут. Вы этого человека узнали, как звать? Который вам наговаривал против нас. Как его звать? Евгений Георгиевич. А? Евгений Георгиевич. Евгений, да какой-то он. Ну а зачем ему это нужно? Значит, молиться надо крепше. У них нет ничего. Это клевета, клевета дьявол, дьявол клеветник. Дьявол переводится дьяволос, клеветник. Это имя дьявола, клеветник. Это мы повы... Это греческое имя. А сатана это означает противник. Это люди выполняют заказ от сатаны, от дьявола. Он ничего не может дать. Так вот, дело в том, что я вас можно перебью. Дело в том, что я же начала с того, что я с такой радостью к вам пришла. Как бы... Сегодня? Да. Я шла с миром, с радостью к вам. Но я должен все сказать. Видите, мне нельзя ни лгать, ни сохранять, ни в душе, там на дне. Я вам высказываю все, чтобы вы знали. Я перед вами открытый. У нас все открыто. У нас нет такого, чтобы наушники эти выслушивать. Вот сейчас кто-то пришел, а это может быть. Кто-то вас знает, какая вы. Да кого вы взяли, да это такая там... Он знает на вас и будет говорить. А на нас это не действует. Мы сразу ему рот закроем. Так, иди к этому человеку, приведи его. И при нем скажи. Теперь, ты видишь, она не такая. Ты что сделал для того, чтобы она была такой, как надо? Ничего. Зачем ты тогда пришел сюда? Знаете, когда вот люди наговаривают что-то, то нужно... Я знаю, у меня тоже много наговаривали. Сократу. Подошел один и говорит, ой, я, говорит, такую новость узнал про вашего друга, с которым вы тут пьете и идите. Такая новость, это прямо такая новость. Он говорит, так, подожди. Скажи мне, эта новость хорошая или плохая? Да нет, это нехорошая. Так, ты пришел мне рассказать новость нехорошую. Хорошо так. Теперь скажи, ты уверен, что это правда? Да нет, так я не могу сказать. Я слышал только так. Ты пришел мне рассказать нехорошую новость и не знаешь, правда или неправда. Теперь третье. Когда я эту новость узнаю, то мои отношения с Сократом, с этим другом улучшатся? Он говорит, нет. Итак, ты пришел рассказать нехорошую новость, не знаешь, правда или неправда, но отношения мои с другом... Он говорит, я понял, извини, пожалуйста, я ушел. Он даже прогонять не стал его. Вы три вопроса задайте ему. Отношения ваши со мной улучшатся? Нет. Он знает, что правда? Нет. То есть, вот один из них был, вы не знали, как ответить. А вы бы сказали, давайте встретимся. Я от встречи не откажусь, и у него не будет. как раз слиняет на подходе. И таких людей вокруг меня много. Почему? Потому что, когда человек живет правильно, обязательно будут испытания. Это все места Писания говорят. Кто, говорит, живет благочестиво, не избегнет искушения. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Христос сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Почему? Мир не принимает того, что нет от него. Мир ненавидит. Если бы вы говорили по-мирски, мир любит свое. А как я избрал вас из мира, потому мир вас ненавидит. Видите как? Поэтому я все вам отоговорю для того, чтобы вы были осторожны. Там не наступи на эту аппаратуру. Вот там есть. Вот. Так. Теперь конкретно говори, чем я могу быть для вас полезен. Ну, я не знаю. Я хотела попросить, чтобы вы помолились. Мы помолимся сейчас. Еще что? Я пока еще голова. А о чем помолиться вы хотели? Сейчас мне надо хотя бы вот это все усвоить еще. Так, что у вас в сумке-то принесли? А, ну вот я тоже молиться начала. Так, что в сумке вот это у вас? А, это дочки. Я в реанимацию поеду. Понятно. Это нужно ей это. Мы можем дать, только у нас сухари есть хлеб? Нет. Мне все, слава богу. Я вижу просто место еще свободное. Хоть маленько. Возьмете сухарей? Нет, у меня все есть. А у нас еще больше нет. Мы еще берем и даем другим. Еще и сухари-то эти нам помогают. Это переодеться я просто в реанимацию. Понятно. Дочка, в 10 часов туда ехать надо. А где это ваше маленькое? В реанимации. В реанимации. Так, вы просите только то, что богу угодно. Никогда не наставите на своем. любую просьбу выражая, заканчивайте, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Это очень наше. Иногда мы просим сами не зная чего. Вот представьте, у меня на работе работает один и говорит. Знаете, у меня просьба к вам. Помолите, чтобы моего сына убили. Убили. Я, говорит, сам не могу молиться. Он каждый день меня терзает и бьет. Я говорю, а у вас еще дети есть? Да один был, за бутылкой пошел, от кран и пройти до конца и пострелили. Ну и зашатался, ветер дунулся, и он хропался, убился. А второй бьет каждый день. А он маленький был, болел, его вымаливали у бога, и вырос бандит. Он нужен тебе, а ты выпроси у бога, если, господи, чтобы он был твоим чадом, чтобы это был благовестник, чтобы он имел святую православную веру, чтобы он был кормильцем, заботился о матери, о родителях. Вот как. Вот когда дочке сказали, она как чудом сейчас живет, уже 19 дней чудом живет. Так доктор сказал, атеист. Но... Как Богу угодно. Ну вот я когда... 1 января ее привезли, когда в больницу, у нее порог сердца сложный. Две дырки и аорта пережатая. Ну что... Такой... Сказали, что жить не будет. Вот. Доктора сказал, жить не будет. Я так молилась о Богу, и вот пообещала Богу, что я дочку приведу правильно к православию. Ну, воспитая в православии эту дочку, если Господь даст ее, ну, оставит живой. Такое Богу обещание дала, и вот молиться начала за дочку. Обещание правильное. Вот. Так, мать Анна о Самуиле, о Ботроке, еще не родила, уже Богу обещала. И вырос пророк. Это как Василия Великий... Привута наши 19 дней живет. Пренебрегла немощь человеческую, перешагнула. А может не такое будет. Она обещала трехлетнего, сдала его в сад. И он служил там при Ильи, перед священником. Это пророк. Который дальше помажет царя и пророка Давида. Псалтырь будет от него. Вот. Потом мы ее покрестили прямо в реанимации. А батюшка сказал, что нужно покрестить обязательно, чтобы за нее могли люди молиться. Да. Иначе как молиться? Ну, монахи там попросили. Молиться за всех надо. Это никакого отношения не имеет. Ну, сказали, что надо покрестить обязательно. Это другой вопрос. Ну, покрестили ее. Там крестики повешали над кроваткой. А я так как... Как назвали-то? Святки были. Анастасия назвали. По святкам. Сказали, Анастасия назвать надо. Да будет воля Господня. Мы не просим ничего у Бога, кроме Его святой воли. Мы не знаем, что будет дальше. Потому что вот человек меч взял и намахнулся. Я не имею права молиться даже о том, чтобы меч остановить. Меч не могу остановить. Почему? Воля Божия. 48 глава 10 стиха Иеремия. Проклят, кто меч Господень удержит от крови. Проклят. Я буду молиться, и за это проклятым делаюсь. Понимаете? Надо знать Писание. А почему? А потому что впереди написано проклят, то дело Божие делает небрежно, когда не крестят ничто. И Бог говорит, я поражу их всех. А я начинаю молиться, как Серафим Саровский. Три дня, три ночи молился о священстве. И Бог ответил, не пощажу, не помилую. Как будто ни одного в России нет. Ну и так и получилось, будто его забутили. Сотни тысяч погибло, монахов, монахинь. За то, что народ не учили. Это все написано в 3 том книге священнослужителя, настольная книга священнослужителя, 601 страница. Мы молимся, мы знаем, что Богу угодно, это чтобы мы молились. Но молитва ничего не значит. Она просто открывает двери для благодати Божией. Бог слышит. У них бывает порог сердца, и никто не молится, и ребенок выздоровеет. Но это будет чудо, за которое благодарности Богу нет. А у вас будет то, если будет, за что вы благодарите, потому что вы просили об этом Бога. Почему надо молиться? Это связь с Богом. Мы очень немощны. Весь земной шар, его не видно даже из космоса, вообще не видно земной шар. Такой он маленький. Такой он крохотный. А в этом земном шаре еще какая-то страна, в стране город, в городе дом, и я тут сижу, а Бог видит и разговаривает. Вот как. Так, я думаю, что-то у вас еще у вас есть, хотели сказать. Ну, я все сейчас запуталась уже. Что хотела, я уже все запуталась. А о чем плачешь-то? Ну, я плачу о грехах своих постоянно. А зачем же лезешь в грехи-то? Ну, я на исповедь готовлюсь, а вот я плачу, я еще на исповедь не ходила. Поэтому у меня, как я их вспоминаю, я плачу. Вы крещеные были? А если крещеные, то грех по полной эпитемии идет. У меня, как, вот еще хотела я спросить про крещение. Вот, которое, как, допустим, как погруженное, как правильно? Да, погружение с головой полностью. Трое-кратное. Вы видели, как? И вот просто, как, ну, когда мазали в церкви. Ну, это помазание, миропомазание называется. Это одинаково? Как, это другое таинство, оно соединено с ним. Вы имеете моченое, наверное? Да, да. Моченое, наверное. Вот у меня, вот как. Мочение, это не крещение, это обман. Крещения у меня не было. У нас все крещеные до единого, полное погружение. Что интересно, в этом году впервые, не в этом, а в 15-м, в Покровском соборе священники моченых стали крестить. Никогда не крестили. Ну, вот у меня дочери, они все вот такие, моченые получаются. Мы знаем, где в Москве, в других городах. А где не могли найти, они поехали на Афон. И на Афоне крестили. На Афоне, это центр православия. И там вообще вот это мочение никак не признают. Совершенно. Это обман. Это не то, что воины Лука и Сенецкий, он не признавал. Да и как признавать-то, когда не было? Крещение означает погружение. Вы знаете, меня этот вопрос тоже мучил, такие, ну, как уже, наверное, лет семь. Наверное, я все вот этот вопрос задавала. Нужно в воде быть погруженным, да? Обязательно. троекратное, да? Троекратное. А потом, мне на такой вопрос тоже ответ был дан, что, а в пустыне песком крестили? Песком, вот все пески. Песком, да. Песком крестили, когда воды не было в пустыне. Не было, и крестили. А кто это сделал так? Ой, я же плохо, я же не изучала. Ну, да, крестили они. Ну, допустим, они сказали, крестили. Так это признано крещением или нет? Ну, ну, вот меня вот этот вопрос Так о чем мы решим? У нас есть книга, у меня написанная, в кисленом православии. И там говорится, этот пример взятый из духовного луга. Такая книга есть. Шли монахи в пустыне, а с ними был еврей молодой. И заболел, что у него там было, неизвестно. Но заболел, видно, что помирает. А пустыня? И они давали песком крестить. А он выздоровел. Когда пришли, епископу сказали, он говорит, не дурите, не обманывайте, идите крестите. Дальше, это что они продолжают? Это Дионисий, епископ сказал, идите и крестите в Иордане, не выдумывайте. А монахам всем понравилось песком. Песочники, кто не родится от воды и духа, не от песка и от брюха. Это фальшивые, это бандиты в рясах, как патриарх Алексей Второй назвал их. Каких, говорит, бандитов принимали в церковь. 98 из 100 священников вообще не слушают закона Божия. Это патриарх Алексей Второй сказал, крестите только, где полное погружение. Повторяю, патриарх Алексей Второй, Ридигер. Это все в книге написано. Я показываю церковную хронику официальную, когда он сказал, какая страница. Они не слушают. Это с Украины понаперло их сюда, а не католичные. Обманщики. Крестить. Крестят царообрядцы в полное погружение. Баптисты в полное погружение. И адвентисты, там все, даже яговисты в полное. А одни православные попыли. А когда моченые, вот живут люди, да, значит, моченые, да, правильно вы говорите? А они вот, им к крещению уже подготовиться можно? Конечно. Ну, что нужно для этого? Для этого нужно искреннее желание сделать, как Господь повелевает, по воле Божией. Вот у нас ходили люди на занятия, которые ничего не знают. Мы подготавливали это 4 года. 4-5 лет. 4-5 лет. 5 лет, которые ничего не знают, которые в руках Евангелия не держали. Это 500 часов примерно. 500 часов. Мы проходили толкование Нового Завета, молитвы, Ветхозаветные, там, противосектантские. А которые ходят в церковь, и моченые были, бывает 1 месяц. Почему? Они все знают. То есть, они ходили уже, слышали и знают. Им надо только было восполнить, погружения не было. Вот такие порядки, притом порядки, которые я говорю, это не мои. Это епископ Нон говорит. Это все скрыли, попы все скрыли. Я к крещению два года готовился. Два года? Да. Вот так. Он приехал. С Урала. Откуда ты приехал? С Урала. С Урала. Вот этот, с Украины, Борисполь. Вы сколько готовились? К крещению. Да не сколько, я уже готовился. Сколько ты приехал? Апрель, май, июнь, июнь. Он уже был в церкви. 4 месяца. Он уже церковный, он ходил, он только моченый был. И поэтому у него было короче, в церковь и все знает. У него книги с собой, Библию читал. Нынче он принял крещение, то есть в 15-м году. А вот дети моченые, да, которые, они когда только совершеннолетние становятся, да, тогда... Вместе с родителями принимают полное погружение. Если, конечно, у них ревность. Вот у вас, допустим, если бы такое случилось, то я бы определенно сказал, Викторию можно крестить. Определенно. Вот. То, что и мне, как это видится. По летнему состоянию, я говорю. Сейчас-то я не знаю. Уже прошло полгода почти. Вот. Ну да, дети взрослеют. Ну вот так. Вот. У нас с ней сохранились очень хорошие отношения. Разумная девчонка. Она ни одного нарушения нигде не сделала. Она послушная. Ну, у нее везде грамоты. У нее везде грамоты. И в школе ей грамоты. Ну, хорошее говоря, я могу даже сказать, что мы с ней были в хороших отношениях. С Андреем очень трудно. А вот Андрей вас больше всех полюбил. Ну, понимаете, он видит, кто я такой. Правда. Он больше сил. Он силовые приемы там, как они там боролись у меня, то другое. А я именно из такой когорты. Ползать, скрываться там, стрелять. Он это любит-то. А я им все это рассказываю. И он, конечно, он и будет привязан. А Кириллу, когда он молился, где Кирилл, ты вот на молитве ты просто артист. Настоящий артист. Он артист. Ну да, у него такое есть. Ну, у меня-то 44 года. Да, он театр любит. У вас там пятеро, а у меня тысячи детей перебывало за 44 года. Я гляну и знаю, какая ресничка у него трясется. Мы обязательно будем беседовать на эту тему. И я их наказывал, кого-то говорили? Ну, да, Андрея, кажется. Андрея? За что? Ой, я не помню. Он ушел куда-то, да? Нет, матерился. Матерился. И он знает, я положил крапиву на стол, там зашли отдельно, никто не видит. Проведи губами. Вот так. А Виктория не была наказана. Кирилла не знаю. Кирилл, когда пошли мы за ягодами, там березы большие, они любят лазить. И разрешено было на березу лезть. А он ушел через дорогу на другую березу. И я их оттуда зацепил. Это все снято. Нарушитель. А нарушитель будет наказан. Без дисциплины ничего нет. Вот сейчас, вот смотрите, строгая такая дисциплина, я сейчас скажу, Рамзан Кадыров. Это как ворота, закрывающая от всех этих, которые едут, идут сюда боевики и прочее. Им надо убрать его. Сейчас такая клевета на него идет. Я ни одного еще не видел выступления против него, чтобы было правильно. Видите как? Мы должны это знать. Я не смотрю телевизор. Письма. Я не телевизор ничего. Я даже новости, я уже год ничего не смотрю. Я от вас узнала. Да. Сижу там. Понимаете, что на Владимира Владимировича Путина очень сильные покушения отовсюду идут. И мы должны усилить молитву о нем. Чтобы газ... Вот Порошенко избрали, на него тоже. Тоже клевета разная идет. Мы за всех молимся. А какая польза? Повеление молиться за старей, за начальствующих. Я молюсь за Эрдогена. Это с Турцией нарушен, сбили самолет они, российские-то, и отношения сильно ухудшились. А они состоят в НАТО и прикрываются этим, и прочее. Нам это не надо. Нам враги не нужны. Нам друзья нужны. Мы по Турции проехали. Вы же знаете, как мы на Благовесте были. На машине доехали мы до Владивостока, я везде дарил книги. Я не знаю. Доехали до Лиссабона, Португалия. Знаешь где? Ой, да я не знаю. Испания, Франция, слышала? Да мне вот как-то я все, Ну вот все мы проехали. У меня свой вот этот мир. И везде я дарил свои книги. Дома у меня какая? У меня Франция, Португалия. У меня минимальная пенсия. Минимальная. У меня тоже минимальная. Ничего, я шестерых кормлю с Божьей помощи. У меня минимальная пенсия. 6275, кажется, рублей. Ну у меня 4000. Я тоже кормлю 6 человек. Так у меня еще льготы какие-то, Что я репрессированный был, Реабилитированный. И мы живем, у нас все есть. Почему? Бог находит добрых людей, Которые помогают. Помогают. Но помогают, как только приходят. Утром, говорят, был богатый, К вечеру бедный, К океан Кронштадтский. Мы... У нас ничего нету. Вот сегодня постный день. Масло разрешается, нет? Опять не посмотрел. Даже растительное масло Сегодня разрешается, У нас не вкушается. А растительное масло же можно. В среду, пятницу, Никогда устав разрешает только. Нет сегодня. Нету. Все, нету. Сегодня его нету. А что вы едите в постный день? А пусть расскажет. Володя готовит. Что готовишь? Покажи. Картошка с рисом сварена вот. На воде, да? Без масла? Ну, конечно. Без масла, конечно. Ну, подсолнечное. Покажи, какая картошка. Посмотри, лук. Вот, Игнатьевич, устав у него большой, который до революционной. У нас нету картошки? До революционной. Да, да, да. По нему живем. Картошка. Вот это вот наша картошка. Она большая. А где мелочь-то? А? Мелкая, где? Она закончилась, надо нести. Нету. Мы пособираем вот такая вот, вот, картошка. Мы ее варим, потом чистим, толчем и едим. Вот такая вот, которая свиньям отдают только. А крупная, бывает, кто-то нуждается и отдадим. Мы не продаем ничего. Ну, я понимаю. Вот так. У нас есть такие глухонемые, помогали им всегда. Бывает немощный кто-то, как он не хватает. В прошлом году раздали, самим остались без картошки. Мы подобрали все одинаковые изверги. Я их зазомбировал всех. Я над ними гуру. И вот они со мной мучаются здесь. Этот у Сергея, который с собаками там пробыл две недели, то опять запросился назад. Ну, опять принял. А вот про воспитание детей. Про воспитание детей. Да. Я вот, ну, как у батюшки спрашиваю, как воспитывать детей. Ну, у меня бывает, что как... Ну, потому что грешу постоянно. Бывает, что гнев такой появляется. На детей кричу иногда бывает, раздражаюсь. Вот, батюшка говорит, нужно с любовью их воспитывать. Ну, правильно ответил батюшку. Но с любовью-то что предполагает? Ее надо понять любовь-то. Ну, вот как вот так вот воспитывать с любовью? Кто любит сына, тот наказывает его. Вот какая грань должна быть там? Ну, такая грань, что надо понять любовь. Написано, говорит, не жалей розги для него. Ну, а как можно ремнем бить ребенка? Да че бить? Бить не надо. Нельзя бить. Наказывать надо. А как наказывать? Ну, крапива зимой не растет. Ну, растет. Значит, розга. Ну, ремень. Ремень заказывать можно. Ну, закладка в книжке откладывается. Закладка в виде ремня. Клади туда ее. Если он не понимает, он должен... Нет, но вот сейчас, вот я в последнее время, как бы, стала, знаете, они вот ходят в Ростовский, ну, Димитро Ростовский, в воскресную школу, и как бы там Елена Валентиновна есть социальный работник. И она, это, их заставляет 10 поклонов делать. Ну, наказание в виде... Но я не знаю, правильно это или неправильно, чтобы поклон... Да неправильно то, что поклон это не наказание. Это же должна радость быть. Это радость. А у них так, наказание поклоны, откуда они это взяли вообще? Это наказание будет, неправильно. Наказание написано, не жалей Розги, не возмущайся криком. Розга, Розга, другого нету. Не, просто вот там два мальчика поспорили, как бы, Кирилл и еще там один. Ну, мальчик, они... Так получилось, что там про... Да, наверное, не поспорили, а что-то больше было. Да, ну, маленько они подрались. Маленько подрались. В общем... Маленько подрались. Я хотела посмотреть. Я как раз в этот день, у меня таксилы появились, и я пошла, это в церкви находилась с ними, с детьми, там много их детей. И я говорю, вот, ну, такая произошла, как вы будете поступать в этой ситуации? Она вот пошла и говорит, вот 10 поклонов. Она не знает, во-первых, а во-вторых боится. Нет, они обсудили ситуацию, все. Не надо обсуждать даже. Ну, меня это удивило. Почему 10 поклонов? Это разве наказание? Это же слава, как Богу должны быть, когда славишь Богу. Он знает, заматерился. Заматерился, пять раз должен провести крапивой. Если ударил кого-то в лагере, семь. У меня определенная шкала измеряется где-то, и он знает. Вика ни разу не была наказана. Ни разу. У меня некоторые дети были 8 лет, и ни разу не было наказания. Никак. Без наказания он не будет. Если обидит кого-то, попроси прощения, поклонись. Он простил его, теперь пойдем я тебя накажу. А там бывает для виду, только я построжусь над ним. У нас единственное наказание в поклонах, когда ребенок плохо кланится, или вообще не хочет кланяться. Чтобы он приучился. Да, даже не наказание, а правильно научиться. Да, правильно научиться. Чтобы он кланялся. Он в церкви стоит, как попало, кланяется. Пришли, сразу на молитву, сразу давай кланяйся, 100 поклонов. Ну, вот наказала я, да, рябнем, допустим, с гневом, да, наказала. Без гнева. Вот, с гневом. Потом идешь, каешься, да, в этом грехе. Грех же совершается это. Гнев человека не творит правды. Поэтому наказать надо. А вы видите, как с гневом. Зачем с гневом? Сначала себя накажи. Зачем я загневалась? Угу. Остановись на этом. Дальше ему надо рассказать, он знал или не знал. Еще ты спрашиваешь, если он не знал этого. Ну, что, подрались, явно он знал. Особенно накажи за ложь. Они лживые растут. За ложь, скажи, наказание увеличивается в два, в три там раза. Ну, вот за ложь как наказывать? Розга опять. Опять? Только рукой никогда не бей. За волосы не таскай. За ухо не хватай. Это абсолютно запрещено. Ну, это понятно. У ребенка ассоциация такая, что наказал не ты его, а розга маленький. Отец, говорит, зашел. А ребенок уже, он говорит, что? Вот это розга, вытащить ее в другую комнату. Розгу вытащить. А он наказал ее, а теперь сидит ребенку рассказывает. Вот ты это сделал. Ну, ладно, это мальчики, а девочки? А что значит? Девочки. Ну, вот они балуются, но я их в угол ставлю. Ну, а что угол-то даст? Ну, вот вставлю их в угол. Они стоят и хохочут там вот. Понимаете? А у меня и не хохочут. Прям вот эти две маленькие вот они растут. У меня не хохочут, плачут. Они вот хохочут там у меня. Ну, так потому что неправильно там все. Это выдумка. Угол. А чего ради угол-то? Какое отношение угол имеет? Написано, розги не жалей. Ну, а маленькие девочки пять лет. Ну, пять лет, значит, надо смотреть, что за нарушение. На нарушение наказывать нужно очень-очень редко. Очень редко. Вот за какие проступки? Вот за ложь, да? За ложь. Ложь в первую очередь. За злостное непокорение, когда он не изъял что-то. Значит, я его, как называется, адекватное должно быть. Вот он не убрал чашки. Допустим, ты оставил его в мой. А он не вымыл. Мне наливать некуда, все. До следующего обеда. В грязную чашку наливать не буду. Не кормить. А? Не кормить. Не кормить. А что? Убудет? Ему нужны даже нет, он даже не заметит. Вот я плохо работал. Плохо, но работал, значит, есть не будешь. Мы обедом, но так он уже стоять должен. Смотреть, как другие едят. А я в это время нахвалю. Ох, сегодня и каша хорошая. А блины-то какие. А он стоит это. Тогда я предлагаю, давай, три горящих тебе. Или горящих, это значит, я его заведу и по мягкому месту. Или будешь обедать. Ну, другой, лучше без обеда. А другой, пусть горячие будут. Но я поить хочу. То есть, ну, надо тут варьировать как-то. Это такое тонкое дело наказание. Вот я 44 года начальник лагеря и никому не доверил наказывать ребенка. У нас полста, вот, вы приехали, а он не такой. Ты не имеешь права наказывать, ты мать. Никто не имеет права наказывать, кроме начальника лагеря. Я начальник. Для ребенка я являюсь судьею, следователем, прокурором и палачом. Да, если несправедливо накажет это. Вот. За 44 года не было ни одного несправедливого наказания. Это что-то значит? А вот одна уехала у нас, тут и говорит, а моего ребенка наказали несправедливо. Ну, объясни, почему. И он до сих пор помнит. Ну, давайте объяснимся один раз-то. Несправедливо ты докажи. Как? Он ребенок этот. Они его воспитали на сказках. Он бумагу такую завернул, нарисовал карту и ищет золото, где закопано. Пираты закопали. И он ходит вокруг лагеря где-то. Ну, ребятишки-то беют он балом на-то. Ну, они его в туалет и закрыли. Когда он зашел, они его закрыли. Ну, он-то оттуда выйти не может. Ну, мы же не видим, туалет-то за лагерем находится-то. Они ему в это время и говорят, а ты вылазь вверху-то. Видишь там над дверями какая дырка-то? Ну, он глянул, дырка-то маленькая. Он полез туда. Когда он полез, они в эту дверь открыли, то оно полетело. А там гвозди он захватил и ладонь вот так расторышил, как говорится. Ребенок-то. У него ладонь больная. Кто это сделал? Я их нашел. Всех-всех наказал и его наказал. А его за что? За то, что делает, что не надо. А оказалось, он до этого тоже кого-то закрывал и тоже бросал туда крапиву сверху. А теперь зачем ты полез туда? Какая тебе нужна по дверям лазить-то? И он считает, а как я его учить должен? Во-первых, не отлучайся. Ты ушел с глаз. Тебя не видели. Ты поверил. С недобрыми ребятами сознался. Зачем ты это делал? Он не может ответить. Я его наказал. Наказал. А они в это время приехала мать, они его забрали. У него этот домик был, потеряевки-то. Ну, а я ему там сколько? Назначил пять. Допустим, каждый день один раз я его дерну. Сколько осталось тебе? Четыре с половиной горящих. Четыре с половиной. А потом уехали в другую страну они. И ребенок этот у них потерялся. Совсем потерялся. Так его искали, говорит, вертолетами там. И все за этим есть. Так вспоминайте, я-то что его наказал-то? Дернутые вот это. Чтобы он куда ни лез и не слушал, кого не надо. А ему это на всю жизнь сгодится. Вот и все. Как наказать? Чем наказать? Вот парень один был на... Где крещение было. И там раздевалка. И он стоял и дверь пинал. Мне пришли, говорит, а Кирилл, говорит, дверь пинал. Ну, я вызвал. Ты пинал? Да, пинал. А почему? Дурью маялся. Дурью маялся. Я говорю, тебе пинать охота. Я положил чурку, давай, пинаю туда, туда, где крещение было. И обратно ее пинай, коти. Он напинался, больше ни разу не пинал. А одна девочка в туалет заходит и бумажки туда сбрасывает. Они летят, ей интересно. И она спустила все наши бумажки, которых на поллета хватило бы. Какое наказание ей? Ну, ты бы какое дала ей за это наказание? Ну, я не знаю. Не знаю. У меня с наказанием совсем плохо. Я не могу наказать. Я взял вот такую газету. Большая. Нет, вообще не получается. Газета. Я говорю, ну, когда вы, кажется, забыл какая-то. Лена, что ли, звать? Я говорю, давайте, раскинь. Она вот так вот взяла. Вот, смотри, держи. Я говорю, сколько листиков здесь? Один. А теперь сколько? Два. А теперь четыре. А теперь восемь. А теперь шестнадцать. А теперь тридцать два. Вот теперь я ножом все разрезал. Тридцать два. Теперь другую беру. Я четыре сделал ей. Тридцать два на четыре. Сколько будет? Ну-ка. Сто тридцать шесть. Вот тут сто тридцать шесть бумажек. У нас там башня. Я говорю, залазь оттуда и кидай теперь. Как бумажки летят. А ветер дует. А двое ребят, они там по разным местам сидят и смотрят. Вот как только разбросаешь, потом собирай. А они в траву разлетаются. Тебе нравится? Пожалуйста, кидай бумажки. Ну, только не в туалете. А в обед, до обеда работать не будешь. Только бумажки кидать. И когда придешь, сто тридцать шесть. В обед я посчитаю, сколько. И вот сколько не будет хватать, столько горящих получишь. Так она всю траву примяла. Каждую бумажку искала. Двух только не нашла бумажек. Два горящих. Теперь она больше бумажки никогда не кидала. Ко мне приезжают профессора психологии. И спрашивает, где вы этому учились. Я говорю, нигде. Я взял самое лучшее, что в Японии есть. В Англии, в Австралии, в Америке, в лагерях. Я ездил везде. Самое лучшее в моем лагере находится. Но и молюсь об этом. У нас такое правило есть. Канзё. Это в Японии никогда не стонать. Не бояться боли. Быть крепким. Не пищать. Канзё. Чтобы у нас было. Сценили себя. Поняла? Вот так. То есть он это преступление сделал. И должно быть, соответственно, такое наказание. Чтобы для исправления. Не ради наказания. Вот дети ложатся спать. И в это время они знают. Разговаривать нельзя даже шепотом. Будете выставлены на улицу. Два часа стоять придется. Ну я так говорю? Да. Но меня там нет. Вот старший воспитатель. А, думаю. Там захохотали. Так. В дверь постучал. Кто смеялся выйти? Замолкли никто. Так. Открывает дверь. А не знает. Если не сознаётся, выходите всем. Оденьтесь хорошо. А. Случай был в этом летом. Также вечером легли спать. И где Андрей спит у вас сын. Смотрю. Там хохот. То есть я разговариваю. Но я это. Андрей это услышал. Келью открыл. Говорю. Выходи. Говорю. Кто нарушает? Все молчат. Я говорю. Андрей, выходи. Тот вышел. Я его поставил там возле качели. С мою стоит, плачет. Я подхожу. Чего ты плачешь? А я же не один там типа нарушал. Всё. Я в Келью захожу. Говорю. Кто ещё нарушал? Все молчат. Я всех вывел. И всех наказал. То есть они все наказали. Они покрывают преступника. Но только говорим. Хорошо. Оденься, чтобы комары не кусали. Мы их по разным местам ставим. В руки палочку. Это винтовка. Охранять порядок в лагере. Ты на часах стоишь. Раньше, когда было такое. Как такое успокоились тихо. Я им пальцем ману. Они со мной идут. Я их всех забираю. Этих наказанных. Бывает до 10 человек. Ну, ребятня же. Я с ними иду тогда в поле. На пруд. И начинаю рассказывать про звезды. Про зимные. Какие птицы ночные. А они на утром говорят. У нас так было. Так они умышленно хотят быть нарушителями. Чтобы вы их взяли. То есть не просто наказать. А чтобы ребенок понял, что его любят. Да. Я еще. Прежде чем келью это вывезти. Я с Андреем помолился. Он в молитву этот момент расположен. Мы молимся все время. И они по разным друг друга не видят. И стоят с прутиком. Два часа много. Мы по полчаса. Значит на 4 дня. Но это непременно будет выполнено. Вечером ложиться спать. Кто наказанный. Кто еще не отстоял. Эпитимию свою. Вот все. Теперь они должны выйти. одеться. И все. Тишина. Полная. Такого порядка, как у нас нет даже воинской части. Ко мне приехал полковник с летного училища. Как за столом сидят. Ни одного слова. Чашку обрезал. Показать. А прокинуть. Так? Так. Дежурная. Вика там Андрей. Форма. Они одеты. Колпачок. Они бегают. Он приехал. Говорит. У меня такого порядка нет. Говорит. В летном училище. Живан Широ и Сергей Акапян приехал. Понимаешь? Любить надо это дело. Это у меня Кирилл говорит. Он постоянно вспоминает вас. Говорит. Вот. Мама. Я вначале думал, что ты меня специально туда отправила, чтобы подготовить к армии. А потом, говорит, я полюбил там все. Вот так. Лагерь полюбил. Дети полюбили лагерь. Несмотря на все вот это, что они пережили, как бы, да. Для них, как бы, такой вначале и шок был, и стресс. И, как бы. Понимаете? Они, как бы, в шоке находились. Они не привычны. Без отцовшина. Ну, да. Но, как-то у нас работают. Мы за детьми-то, как, не воспитывали. Вот к нам приезжает, я упоминаю, директор Кестенского института из Лондона. Прилетела через Останкинска. Через Москву. Чтобы побыть в лагере и увидеть, как в течение одного месяца наркоман, который был ребенок, даже не вспоминает, как это может быть. И в конце выводят главный движитель в лагере, тире с большой буквой, любовь. Все. Вот узнал, она болеет. У нас больных не принимают. Но ее уже привезли. Мы ее так не оставим. Я сразу отделил. Так, мед с березовым соком каждое утро. Непременно подкормить. И смотря на какая поехала. Какая она. Литое. Вика-то. Да, да. Ну вот. Она, что она разве не понимает ребенок? Она понимает, что ее любят. Ей помогают. Но она уезжать не хотела. У нас в Андре не хотела уезжать и Вика. А Кирилл просто хотел у него тут друзья. Вот эти друзья, они мешают. Конечно. Они тянут его. У меня было. Родители приехали. А мы ребенка не можем найти. Он спрятался. А потом мы нашли. Говорю, что он плачет. Не поеду домой. Меня дома никто не любит. Ну я... Мы не хотим так делать, чтобы лагерь привлекал. Нет, придется поехать. Поехать. Но на следующий год приедешь тогда. Плачет. Меня никто дома не любит. Видишь как? А в лагере, в котором такие строгости, его любят. Так что... Вот такое дело. Так что у вас еще? Скажите, сколько времени, пожалуйста. Неправильно. 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 Правильно? Да. Ну сейчас мы тушим свет и уходим. Помолимся сейчас. Так что еще у вас? Да, ну... Мне вот это все усвоить еще надо. Ну вот все. Сейчас с моим головой у меня там много и так информации. Мы вас не зовем. Потому что у меня... Не приглашаем. У нас это не принято. Если вы думаете к нам прийти в это воскресенье, вы должны попросить разрешения. Сейчас прямо здесь. И мы вам можем дать разрешение. Прийти с детьми. У меня сейчас какая ситуация? У меня сейчас дочка в реанимации. Назначается операция в Новосибирск. Знаю. И вот получается, что я договорилась с женщинами, чтобы с детьми сидели. В Димитро Ростовской церкви. Там женщины. Они будут... Если я поеду на операцию с дочкой, с ними по очереди сидеть. Все. Пускай там и занимаются. С детьми. Но... Как сказать? И детский лагерь там пускай ищут и все. Дети, которые у нас не были, мы потеряли контроль. Детский лагерь уже не принимаем. Не принимаем. Потому что... Одну я сказал приму. И приму бесплатно. Викторию. Все. Остальных разговоров даже идти не может. Они туда ходили, там пускай и ищут. Они знают, как с ними. Потому что они портят полгода и потом подсовывают. Не. Кирилл у меня просится сюда прийти. Сам просится. Мы их не видели. Если бы они ходили у нас здесь были... Он меня постоянно спрашивает. Это... И мы их не видели здесь. Просто это как моя вина, что я их... Ну, это ваше вина, что вы там ищите. Мы не принимаем. Просто... Мы же за это не корысть какую-то. Тем более вы. У меня за лагерь платят 53% людей только. 53%. И наша стоимость самая большая. В 4 раза меньше самой низкой государственной. Вот как. Мы те годы, когда я там был в лагере, старались... Я везде рыскал по городу. Доставали там некондиционное одеяние. Старались детям обувь достать, которые такие нуждаются. Одежду. Все. Мы не просто работаем. Мы для Господа работаем. И когда далеко некоторые, собирали деньги даже на билет. Вот так. Сейчас кое-что изменилось. Я в лагере, бывает, только утром пришел. В обед пообедал. И до свидания. У меня ребята, они все знают. Когда работы большой нет. Ну, когда что-то строим, там я с утра до вечера тогда. Ну, просто у меня другие занятия. Я уезжал эти подряд, наверное, года 4, миссионерские поездки. Вот исповедь причастия в церкви у вас тоже как проходит? Если вы знаете, что вы не крещеные, никак. Вы должны готовиться к окрещению. Никакой исповедь сходить, а причащаться не надо. Нельзя причащаться. А? Если моченые, нельзя причащаться. Ну, если вы считаете это крещение, причащайтесь. Если вы думаете, чтобы крещение у вас было... Нет, просто я не знала даже об этом. Я вам сказал. Понимаете, я один раз говорил, постарайтесь запоминать это дело. Вот. Вы сказали, что я знаю, полное погружение должно быть. И вы готовитесь, готовьтесь. Но уже в это время оглашение... Не причащаться. А значит, что ты причащаешься, зачем тебе крещение-то? Ты узнала-то, значит, тогда готовься. А дети причащаться... Если они... Если они моченые и готовятся к окрещению, никто не должен причащаться. Вот возьмите материал к истинному крещению, можно почитать будет. Сохраните. Только заложите в салфан, чтобы нигде вы не погубили. Это мой материал. 136 свидетельств, которые говорят, должно быть полное погружение. Вот. Наиспоис ходить можно. Теперь... Ну ладно. Все понятно. Выложите. Я вам все сказал, что хотел сказать. Ой, ну я много, конечно, информации стала. То есть на лагерь... На лагерь... Ну, просто уже время совсем мало. Если бы с сегодняшнего дня, с этого воскресенья, они бы стали ходить, я бы видел, какие изменения. Тогда можно было говорить, а так нет. Вот, а мне же в храм нельзя заходить до 40 дней. А вот как я маленьких приведу в храм туда? Там-то я вот допустим... Ну еще раз говорю, вот заходишь сюда, туда-то не заходи, где самое моление храм-то, а это дверь открыта, все ты видишь там. А маленькие, они такие неспокойные без меня, они начинают там бегать вот... бегать не придется, у нас за ними смотреть будут. Они вот начинают... У нас самые... 5 лет это уже не маленькие. Потом скажете, вот дети-то невоспитанные. Кто это было сейчас, это... Гликерия? Да. Одна только там приводила ее. Ну она... От таких, они наших людей, ее привели там на 1-2 раза. И то она подета по форме, стоит-то и разворачивает ее задом, все время разворачивает. У нас порядок. Порядок дороже службы, как Иоанн Златоуст говорит. Они ничего не знают, они могут только клеветать, нам это не надо, Бог добрый, любить надо, любистый, экономия, то есть они фальшью обложились и живут в этом. Они не знают ни Бога, ни церкви православной. Они православие, говорят, не нюхали даже. Православие это красота, это целомудрие, это нежность, это строгость, все вместе, это обширность. А они ничего это не знают, у них деньги, деньги, деньги. Поэтому мы оттуда не отговариваем, ходите туда, где ходили. Ходили. Мы признаем благодатность московской патриархии, ходить мы никуда не зовем, у нас запрещено приглашать. Мы никого не приглашаем. Никогда. Мы даем знать, если человек просится, можем разрешить прийти один раз, если понравится, разрешим два-три. А скажут, а я хочу всегда ходить, ну тогда уже собрание наше решит. Нарушений не было. Ну все пока? Да, пока все. Давайте помолимся. Вас отпустить надо. Да, мне в больницу. Сейчас я поеду. Так, перчаточки ваши. Ой, не надо, я сама. Давайте. Вы видите, в чем дело-то? Не звонили, не говорили, не знали. Ну я понимаю, не знали, но позвонить вы могли. Да, у меня стресс такой еще. Пока на этом. Нет, ни на что не ссылайтесь. Это не стресс. Пока я сюда только пришла. У христианина должны быть четкие определения. Слово стресс в Библии отсутствует. Что значит? Ну, грех. Нервы. Это открытая дверь сатане в душу заходить. Нервы, грех. Нет этого слова. Есть только одно доверие Богу и недоверие Богу. Истинная ложь. А то конфессия разная начинает. Понимаете? Конфессия. Нет такого слова. Еще как они называют-то? Деноминация. Деноминация. Это что такое? Я даже не знаю. От дьявола все это. Деноминация. Есть только церковь, есть ересь. Всегда ты себя так можешь. Поэтому, держите, что вы слышали. Спорите? Я никогда не спорю. Я возвестил один раз. Не слушайте. Значит, не в том гостном месте прописано. Боже, милостью будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешным и помилуй меня. Отец Небесный, мы просим Твоей милости к этой душе Елены и детям ее. Позаботься о них. Откроем свет истины Твоей. Чтобы они имели свободу в совести, поступая по заповедям евангельским. Чтобы полюбили Святую Библию. Чтобы веровали в Святую Голговскую жертву, пролитую из-за них кровь Христа Спасителя нашего, Бога Истинного. Господи, откроем эту истину в полноте. Чтобы лживые клеветники отошли от них. Ты знаешь, Господи, об этом, младенцы, будущую жизнь. Устрои как Тебе угодно. Даруй здравие или забери к себе. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Богу слава. Когда будешь молиться, перчатки с руки снимаешь. А то я гляжу дальше, ты пришла, крестишься, на руке перчатка. Да, я даже не заметила. Ну, в общем так. Когда говоришь память, и что нет, то это грех проявил Бух. Самый большой грех, который теряется память, это блуд, разурат, прирободеяние, незаконное сожитие и прочее. Вы знаете, если женщина наживает ребенка без отца, как она называется, на букву Б. Знаете? Да, ну конечно, все я знаю. И поэтому никогда не надо искать оправдания. Если кто-то отца ему будет говорить, вы им так и говорите. Не надо Богу лжи. Я убийца, значит я убийца. Вот я Кашпировский, Кашпировский. А уже крещен, крещен. На 18 лет от церкви отлучен. А если только ходил лечиться к нему на 5 лет. А если в дом пригласил, накормил на 2 года. Канон, правило. Сегодня этого нет. Поэтому все в грехе плывет. Мы этого не поддерживаем. Мы относимся по сегодняшний день к русской православной церкви за границей. А к патриархию мы признаем, все, ходим, молимся. Но мы им не подчиняемся. Над нами нет их власти. Иначе они нас сегодня задушили. И лагерь все уничтожили. Я это говорю открыто. Никого не надо бояться, кроме Бога. Бойся Бога. И заповеди ее соблюдай. Все. На голову-то достаточно у вас этого? У меня теплый капюш. Давай. Что-то мне кажется... А, вон, башни. Меховой. Так. Ну все. Что если... Мой телефон у вас есть. Так, а ваш телефон? 70. Не надо будет. Телефон-то есть. 70, 60, последний. Там 8, 961, 230, 70, 60. Мне это визитки на АИЗД. Раз вы уже там ходите, пусть дети туда и ходят. А если надумаете когда-то идти, попроситесь. Ну что, визитки нет? Позвонить вам, да? Обязательно. Вот сегодня я бы вас тут не принял. Я сказал, видите, какая загруженность, дрова. Ну, непрезентабельная, так говорится. Ну, у меня тоже загружнут. Я сама в частном доме живу. Для нас это как раз. Так. Вы выйдете. Все, с Богом. Не забывайте, правда. Опа. Так провести бы ее там. С Богом, до свидания. Так. Ушел свет. И на этом все.